Телеканал КРТ представляет Более того, нет сомнений в том, что все записи, а их по некоторым данным 60 часов, уже давно находятся в предвыборном штабе Трампа, а младшим украинским партнерам необходимо лишь вовремя озвучивать требуемую информацию. Во всяком случае, на следующий день, 20 мая, республиканцы из Сенатского комитета по национальной безопасности и правительственным делам имели на руках все необходимые вводные и проголосовали большинством голосов за выдачу повестки в суд для лоббистской фирмы Blue Star Strategy. Согласно отчету о заседании комитета от издания The Hill, именно через эту фирму и был трудоустроен на работу в украинскую энергетическую компанию Борисма сын Джо Байдена, Хантер. Причем, сенатская повестка запрашивает записи от Blue Star Strategies с 1 января 2013 года по настоящее время, то есть охватывает весь украинский период работы Хантера Байдена. Цепочка лиц, которыми будут интересоваться республиканские сенаторы, очевидна. Карен Тремонтано, генеральный директор Blue Star Strategies, Хантер Байден, Николай Злачевский, президент Борисмы, Петр Порошенко, Джо Байден, вплоть до вызова для дачи показаний. Руководить расследованием будет республиканец Рон Джонсон, старший сенатор штата Висконсин, политик, неоднократно бывавший в Украине и встречавшийся как с Порошенко, так и с Зеленским. То, что слушания пройдут по правилам, установленным республиканцами и с темпоритмом, заданным штабом Трампа, несомненно. В Сенатском комитете по национальной безопасности у республиканцев большинство – 8 к 6, а в Сенате в целом – 53 к 47. Руди Джулиани в комментарии для The Washington Post был лаконичен. «Просто верхушка айсберга», что лишний раз укрепляет нас в мысли, что и весь остальной айсберг находится в руках республиканцев. А Дональд Трамп-ладший, активно участвующий в политической кампании своего отца, сообщил в Твиттере 5 миллионам своих подписчиков. Бац! Это не идеальный разговор. И разместил фрагмент пленок Дракача, тот, где президент Украины отчитывается перед вице-президентом США, о перевыполнении плана по тарифам, увеличении их на 100% вместо предусмотренных меморандумом с МВФ 75%. В то же время, судя по публикации The Washington Post, штаб Байдена придерживается далеко не самой оптимальной версии. Спикер штаба Эндрю Бейтс заявил, цитата, «они очень отредактировали запись, но это не более чем дырка от бублика». Дело в том, что команда Байдена буквально подставляет своего шефа под сенатский запрос оригинала в записи телефонных разговоров Байдена и Порошенко из архива Белого дома. Впрочем, пленки Дракача не стали чисто американским внутриполитическим вопросом. Они оказались также и украинской проблемой. Дело в том, что на своей пресс-конференции по итогам первого года президентства Владимир Зеленский весьма неловко высказался на тему пленок, да еще с однозначным обвинительным уклоном. Цитата, «Про Порошенко и Байдена? Да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Дракача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято квалифицированно как государственная измена. Все к правоохранителям». Дело в том, что выражение «думаю, это не последний звонок» выглядит прямым намеком на то, что президент Зе в курсе дальнейшего сценария развития событий. Не говоря уже о том, что на президентское упоминание государственной измены Генеральная прокуратура отреагировала в стиле «утро в газете, вечером в куплете», что также наводит на определенные мысли. Неудивительно, что агенты влияния американских демократов в Украине очень быстро перешли в контратаку. Уже вечером 20 мая на «Европейской правде» с дальнейшей ретрансляцией на иные пролиберальные СМИ, «Новое время», «Зеркало недели» и тому подобное, появился материал, в котором утверждалось, что якобы представители нескольких органов власти Украины получили сигнал из Вашингтона о том, что последние заявления украинских чиновников являются крайне опасными, а заявления президента Зеленского можно трактовать как попытку повлиять на президентскую предвыборную гонку. Якобы даже состоялся телефонный разговор между высокопоставленными должностными лицами Государственного департамента и МИД Украины. Цитата. «Газдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво высказал рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию США». «Есть надежда, что это будет услышано». Конец цитаты. Ну, а девятым валом в стакане воды стало заявление семи отставной козы-барабанщиков, экс-послов США в Украине, в блоге на сайте Атлантического совета. Хотя, если припомнить, то коз там за этот период было две – Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон. Эти люди, никак не реагировавшие на дело Манафорта и прямую работу украинского посольства в Вашингтоне на штаб кандидата Хиллари Клинтон, теперь заявляют, цитата, «Мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, основанного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющего основания в реальности американо-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран. Мы решительно осуждаем такие усилия, которыми хотят разделить наши страны и призываем официальных лиц в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга». Конец цитаты. Хотя, если быть до конца беспристрастным и применить элементарные основы теории игр, то президенту Зе, несомненно, необходимо сравнить то незначительное, что он выиграет в случае, если сделает ставку на правильного кандидата, и то глобальное, что он проиграет в случае ошибочной ставки. И постараться никаких ставок не делать, кроме как в букмекерской конторе. Кстати, крупнейшие букмекерские конторы пока более высоко котируют Трампа, хотя социологи дают немного более высокий результат Байдену.